Мазком одним таким, жирным, сочным, потому что даже блины, понимаешь, нельзя хоть блины писать. Жирный, сочный мазок, как блин. Первокурсники Новоалтайского художественного училища начали писать маслом совсем недавно. И сейчас их задача нарисовать блины уже с маслом съедобным, вареньем и медом. Традиционно к каждому празднику студенты собирают особенные тематические натюрморты. К масленице их два на выбор. Блины ребята пекли сами. То есть мы начали постановку писать в субботу, и распределились они, кто к субботе готовит блины, а сегодня уже другие. И нас и парни пекут блины, и девчонки. То есть они так по очереди. И ждут, не дождутся, поскорее бы уже постановка закончилась, чтобы скорее эти блины съесть. Блины студенты съедят, а этюды останутся. Некоторые в училище некоторые ребята заберут домой для масленичного настроения. В детстве нас водили на всякие праздники, мы участвовали в конкурсах, выигрывали блины, ели. Да и к бабушке я приезжал, что там постоянно накроют стол, мы соберемся всей семьей и пируем. В детстве, когда возили к бабушке, когда у нее там печка, тоже самовары, гармошки. И вот какое-то чувство теплоты, деревенского уюта, праздничные обстановки. На картине Павла Поротникова проводы русской зимы и праздничная обстановка, и деревенский уют. Работа датируется 1980-м годом. С тех пор традиции встречи весны особо не изменились. Люди также выходят на улицу, жгут чучело масленицы и водят хороводы. А эта картина написана на 60 лет раньше, в 1920 году. Михаил Авилов изобразил суету на улицах Барнаула в праздничные дни. Сейчас конные упряжки сменили машины. В нашем 20 веке, в последующие десятилетия, художники продолжают отображать эту тему. Они отображают ее как в живописи, так и в графике. Многие художники, обращаясь к каким-то историческим темам в своих графических листах, тоже отражают народные гуляния, масленичные гуляния. Расшитые рубахи и юбки с узорами примерно вот так наряжались на масленицу нашей прабабушки. А в селе Сибиричиха Солонешинского района мастерицы из расписных платков создали необычные праздничные головные уборы. В Сибиричихе был специальный масленичный головной убор. Он назывался «Рога». Он делался из двух платков. Это был такой высокий головной убор, который символизировал детородность женщины, ее способность к воспроизводству. И такой головной убор носили только на масленицу. Традиции меняются, но главными героями праздника по-прежнему остаются блины. Они до сих пор вдохновляют художников и очень пробуждают аппетит. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости.